Семена косатика низкого, который нам известен как ирис, в космосе уже побывали. По возвращении цветы изменили окрас с фиолетового на разные оттенки синего. Сегодня сотрудники лаборатории сформировали новый отряд из 20 семян, которые также отправятся в космос в орбитальную лабораторию Бион-М номер 2. Это семена растений, занесенных в Красную книгу России и Самарской области. Володушка золотистая, пион тонколистый, катран сердцелистный, а также потомки тех растений, которые выращены из семян, уже летавших в космос в 2013 году. Эти редкие растения являются индикаторами, такими маркерами, что что-то где-то не так. Поэтому, если мы будем использовать настолько чувствительные объекты в космосе, потом их высевать у нас на опытных участках, мы можем более точнее сказать, действительно ли факторы космического полета настолько серьезно влияют на живые экосистемы. Таким образом, мы получим новый фактический материал в рамках космической биологии. Отобрать и подготовить семена для полета ученые смогли с помощью рентгеноскопической установки для неповреждающего скрининга семян. Установка, сконструированная коллегами биологов из Санкт-Петербурга, позволила самарским ученым изучать качество семян растений природной флоры и построить стратегию по сохранению и разнообразию растений Самарской области. Методика вот такого рентгеноскопического осмотра уже стала ГОСТовой, в том числе для семян сельскохозяйственных культур. Чем она хороша? Мы видим семя изнутри, мы сразу можем оценить его качество. Это важно и для того, чтобы семена использовать для посева, и для того, чтобы семена заложить на хранение. Метод не повреждающий, то есть семена от этого не страдают никак. Мы их оценили в считанные секунды. Семена из Жигулевского заповедника и Ботанического сада Самарского университета отправятся в космос уже в конце 2024 года. Полина Чулякова, Григорий Плешаков, События.